У нас в семье воспитывается шесть детей, все дети несовершеннолетние, семья творческая. В каждом ребенке мы стараемся развивать его индивидуальные способности. Живем тем, что дружно, тем, что весело, тем, что хотим вырастить в первую очередь достойных граждан нашего общества, чтобы были и рабочие, и оборонные в будущем единицы. Воспитываем детей в вере, в надежде. Семья православная у нас. Хочется, конечно, чтобы таких семей, как наша, было побольше. И вот у губернатора у нас, у него пятый ребенок родился, с чем мы очень рады, его поздравляем. А расскажите, сколько мальчиков, сколько девочек? У нас четыре мальчика и две девочки. Старшему сыну 16 лет, скоро будет 17, потом 11, 8, 6, 3 и полгодика самой маленькой девочки. Первые четыре мальчика, потом у нас две девочки идут. Ну, конечно же, мальчишки – это шум, это гам, это несчастные бедные соседи под нами живущие. Это тот опыт ножек. Но, тем не менее, мы их стараемся воспитывать вот с таким, с мужским началом. То есть армия – это обязательно. И военные службы, если там в будущем выберут быть защитниками, ну, мы будем только рады. Хотим, чтобы и дети наши были многодетными. Сейчас мы прошли школу приемных родителей. Очень, конечно же, страшно, но я уже много лет живу с тем, что, ну, надо вот взять ребенка. Не потому, что мне дети нужны, а потому, что вот эта потребность быть матерью. Потребность любить, потребность эту любовь отдавать. И достраиваем дом, все мы, ну, своими силами. Благодаря губернаторской программе «5 плюс» от детей, вот мы сейчас подали заявку, и в феврале нам должна прийти машина «Газель». То есть там миллион доплачивает государство, а остальное доплачиваем мы сами. Мы этому очень рады, потому что мы не очень-то так привыкли что-то такое получать в таких масштабах. Ну, что там жилье, все это мы сами. Вот строим дом своими силами, конечно же. Вот уже второй год строим, но хотим, чтобы он был свой, чтобы там было продумано все до мелочей. И вот уже в новый дом планируем взять маленького ребенка. Ну, это будет, скорее всего, ребенок-инвалид, здоровых детей нету. Они есть, за ними очередь большая. А мы не хотим ждать, чтобы взять ребенка. И вот как можно быстрее он уже начал жить в семье. Вот это вот наша мечта, это наша мечта на данный момент. Какая замечательная. А вот то, что слава матери вам сегодня дает, насколько это для вас знаковое? И что это в отношении к многодетным сериям все-таки сейчас поменялось? Я могу сказать, что оно меняется. Не могу сказать, что поменялось полностью, но оно меняется. И в этом, ну, большое спасибо. Спасибо правительству, что в конце концов поняли, что это основа. Ну, мне приятно, что меня награждают. Я не могу сказать, что вот... Ну, у моей прабабушки было 14 детей. Ну, куда я там со своими шестидесячными детьми? И два дяди, мои мамы, они были героями. Они погибли на войне героями Советского Союза. То есть, как бы, в принципе, есть куда тянуться, есть куда стремиться. Да, мне приятно, что меня награждают. Ну, в принципе, как сказать, что... Да, у нас семья творческая. Вот, и мы это выбрали, творческое направление, и в этом мы следуем. Театральные дети, театральная мама, ставим театральные постановки. Еще у меня есть вторая мечта, как-нибудь сыграть роль какую-то. Но пока вот все вот в детях. Все вот в детях. И основные, конечно же, моменты... Опять я хочу сказать спасибо Игорю Михайловичу, что он нас слышит. Вот все, что мы пытаемся донести, до него доносит. И уже идут подвижки в этом плане никогда так хорошо многодетным, как сейчас в нашей области не было. Я смотрю, сравниваю с другими областями. Ну, как бы, ко мне много кто обращается. Я веду группу, веду статистику. В других областях такого нет. Даже вот эта вот машина, у нас есть выбор. Ну, не обязательно брать «Газель». Мы берем «Газель». Ну, это самый бюджетный вариант, понятно, да? Но можно взять и «Ситроен», можно взять и «Пежо». То есть те, кто вот готовы поработать, поднапрячься и купить себе что-то получше, пожалуйста. В других областях такого нет. Ну, вот это правда. Вот, допустим, в Санкт-Петербург там только «Газель». Да, и все, и ограничены. У нас неограниченные способности. Ну, и вот, ну, единственное, что хотелось бы... Ну, так вот, такая маленькая наработка вот по поводу земли. Мы еще землю не получали. Мы, поскольку такими усилиями купили землю в Твери, и строимся мы тоже в Твери, вот мы все вот мечтаем, что, может быть, когда-нибудь нам вот участок в Твери перепадет. Вот.